В это утро в сквере возле памятника воинам-интернационалистам было особенно многолюдно. Здесь можно было увидеть суровые мужские лица, заплаканные женские и детские, тревожно наблюдающие за происходящим. День памяти – он всеобщий. Он, как торжество жизни над смертью и скорби по тем, кто погиб, но до конца выполнил свой воинский долг перед Родиной. Их много, слишком много для страны, которая не воевала уже 65 лет. Не воевала, отстаивая свою независимость, но ее сыны помогали устанавливать надлежащий порядок в странах и республиках других, в так называемых локальных военных конфликтах. В День памяти воинов-интернационалистов председатель районного совета ветеранов полковник запаса Владимира Стопчук призвал собравшихся не только помнить о прошлом, но и думать о будущем. Предлагаю сегодня, в этот день, еще раз осмыслить те события, которые происходили в Афганистане 20 лет назад, в Чечне, недалекое прошлое и в других точках земного шара. Поскольку сегодня не сладко нашей Родины, и сегодня актуальны слова песни 30-х годов «На границе тучи ходят мурах». 15 февраля постановлением правительства Российской Федерации отныне День памяти всех воинов, участвовавших в локальных военных конфликтах. А воевать нашим ребятам приходилось за это мирное время более чем в 50 странах мира. В Корее и Вьетнаме, на Кубе и Афганистане, в Африке и в Европе, а также на территории постсоветского пространства, в Таджикистане и Чечне, в Осетии и Абхазии. Военный комиссар Сергей Давыдов, который несколько месяцев назад сменил военную форму на гражданский костюм в силу штатных изменений, произошедших в военкомате, в этот день все же не смог не надеть погоны. Он говорил о том, что необходимо всеми силами поддерживать традиции работы ветеранских организаций и продолжать дело ветеранов Великой Отечественной войны по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. «От этого зависит будущее нашей страны, от этого зависит и обороноспособность нашей страны. И тогда ребята молодые не будут бояться будущего призыва вооруженной силы. Наша общая задача – им помочь в этом». А сами ветераны-интернационалисты, в сердцах которых не затихают отголоски минувших боев, читали собравшимся свои проникнутые болью и гордостью за выполненную миссию стихи. «И вот настал он этот день, великий день всеобщей памяти и скорби. Прошедшую мелькнула тень, но ужас той войны мы навсегда запомним. Мы не забыли знойный жар песков, и черный дым, и гар металла, из полых дышака мелькнувших вновь, и смерти убивающие жало». Очень трогательным и жизнеутверждающим оказалось и выступление молодых ветеранов, участников недавней чеченской кампании. Им еще трудно адаптироваться в мирной жизни, но они объединились, чтобы помогать друг другу. И афганский полковник Владимир Остапчук, как старший товарищ, подтвердил, что без поддержки они не останутся. В этот день слово взяли представители нескольких поколений выборжцев. И главное, что дети и внуки солдат стоят сегодня плечом к плечу рядом с отцами и дедами. «Посмотрите, ребята, посмотрите, девчата, память лица поставила в ряд. Это парни, которым будет вечно подвадцать. Это те, кто прославил тесану». Наталья Березовская, Валерий Пресижнюк, Оксана Трошкова, медиагруппа «Наш город».